Санкции против российского ТЭКа. Эксперты не удивлены. Именно нефтегаз дает стране основные бюджетные поступления. В том числе они ограничивают использование оборудования импортного производства, которое эксплуатируется практически на всех нефтегазовых предприятиях страны. По мнению экспертов, особенно под угрозой оказываются строящиеся объекты ТЭКа. В нашем регионе это проект Ямал-СПГ, который предполагает не только возведение завода по производству жиженного газа, но и выход в северные морские широты. О важности проекта говорить не приходится. Только на строительство порта Сабетта государство зарезервировало 47 миллиардов рублей. Индустриальное инфраструктурное освоение полуострова Ямала имеет без преувеличения общегосударственные значения. Это позволит нам задействовать богатейшие, но пока еще мало доступные месторождения. Создать здесь дополнительные рабочие места, новые производства, центры переработки углеводородного сырья. Главный акционер Ямал-СПГ компания «Новотек» 20% у французской «Тоталь», остальное у китайцев. Сегодня в срочном порядке инвесторы ищут деньги для финансирования проекта. Банки также оказались в зоне санкций. По планам первая линия по производству сжиженного газа должна войти в строй не позднее 2017 года. И нарушать их никто не собирается. На днях на встрече главы «Новотека» с президентом страны проект был поддержан. Речь идет о средствах из ФНБ. Между тем, большой трагедии в нынешней ситуации многие эксперты не видят. Мы запрашивали информацию у практически 90% предприятий ТЭК, все-таки скажутся ли санкции или нет. Но в целом, в целом, отвечает нам позитивно, что санкции пока не скажутся. Будет налажено производство особо важного оборудования для того, чтобы уменьшить, по крайней мере, нашу зависимость от Запада. И вопрос только времени. В советское время мы обходились без чьей-либо помощи. Наоборот, мы помогали всем. Сегодня у России появился новый стимул для восстановления производства оборудования для ТЭКа. На Ямале в этом особенно нуждаются нефтяники. Трудноизвлекаемая нефть требует новейших технологий. Иной ресурсной базы нефтедобычи у региона нет. Текущие извлекаемые запасы нефти на территории округа оцениваются в 4,9 миллиарда тонн. Из них половина относится к трудноизвлекаемым запасам. Один из первопроходцев Западной Сибири, Геннадий Шмаль, считает, два-три года потребуется России на импортозамещение в этой сфере. Пока есть смысл выходить на альтернативные рынки. О готовности переориентироваться на российский рынок и, в частности, инвестировать в Ямал, китайская сторона заявила на прошедшем сентябре в Сочи международном инвестиционном форуме. Собираемся активизировать сотрудничество и предоставляю, используя китайские технологии, чтобы ямальский жиженый газ мог поступать, экспортироваться в Китай или в другие государства. Впрочем, несмотря на санкции, экономические интересы европейских компаний берут верх. Они также ищут способы их обойти. Накануне зимы все заинтересованы в стабильных поставках энергоресурсов. Буквально в сентябре второй танкер с нефтью, добытый на Новопортовском месторождении, был отправлен потребителям в северо-западную Европу. Новый сорт нефти, получивший название «Новый порт», по своим качественным характеристикам превосходит эталонный сорт «Бренд».